Алабуданские полицейские провели ряд контрольных закупок в торговых павильонах города. В результате операции сотрудники отдела экономической безопасности изъяли из продажи 234 единицы товара сомнительного качества. В их числе контрафакт, спортивная одежда известных брендов, DVD-диски и алкоголь. Подробнее об итогах рейда в репортаже Светланы Кель. Торговые ряды стали последним объектом в череде комплексных полицейских рейдов под условным названием «Контрафакт». В поисках продукции мировых брендов, таких как «Адидас», «Умбра», «Боскаспорт», оперативники АБ проверили не один десяток городских павильонов, торгующих взрослой и детской одеждой. Такие подделки не вузят давно-давно, потому что в былые годы когда-то было. Как выяснилось, в былые годы много кто торговал псевдо-адидасами, рибоками и найками. Сегодня же многие лабуднанские предприниматели стараются наполнять потребительский рынок проверенной их качественной продукцией. Преимущественно «Made in Russian». Тубы на все российское производство. То есть, соответственно, на каждой, допустим, по обуви имеется свой документ, подтверждающий качество. Да, да, они свяжут в коробочку, когда отправляют, они нам все это ложат. Нам со своими производителями работать очень хорошо. Хотя в погоне за прибылью некоторые предприниматели все же украшают торговые витрины, фирменными спортивными костюмами и футболками с логотипами известных торговых марок. Только вот почему-то подтвердить документально принадлежность сомнительной продукции ко всемирно известным брендам продавцы так и не смогли. А потому товар со знаком вопроса был снят с продажи и направлен на экспертизу. В настоящий момент мы не можем говорить о том, является ли конферактная продукция таковой, и за отсутствием исследований, которые в настоящем праве проводятся, и по результатам которого будет, значит, дана правовая оценка сложившейся ситуации. Без внимания оперативников не остались и алкогольные магазины. В общей сложности с прилавков было снято 210 бутылок водки сомнительного качества. Сегодня экспертам-криминалистам предстоит установить подлинность федеральных спецмарок. Несмотря на их высокую степень защиты, мошенники умело подделывают госзнаки. Визуально умельцы делают так, что визуально очень похоже. Голограмму умеют подделывать. Есть здесь такие средства защиты, как защитная нить. Она, в принципе, тоже умельцами очень хорошо подделывается. Поэтому я еще раз говорил, что когда исследуем федеральные специальные марки, нужно выявить комплекс признаков. Там их несколько, около 7-8. Если, допустим, бывает так, что не всегда получается изготовить весь комплекс средств защиты. Поэтому и приходим к выводу, что данные федеральные специальные марки там изготовлены или там не соответствуют по способу изготовления производства госзнака. К списку изъятого можно добавить и пиратские DVD-диски. В настоящее время по всем выявленным фактам некачественной продукции полиция проводит проверку. В случае, если результаты многочисленных экспертиз будут не в пользу предпринимателей, им грозит административное наказание и даже уголовная ответственность за незаконное использование товарных знаков. Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова